Привет, это Salesmania. Если ты узнаешь что-то новое, подпишись, расшарь и лайки. Вам все равно, а мне приятно. Сегодня мы поговорим, как организовать централизованную рассылку на все свои адреса, которые у вас имеются. Предварительно они должны быть у вас в Excel файле. Через Outlook на тысячи ваших партнеров. Причем эта рассылка не будет рассматриваться как спам-рассылка. Она будет организована конкретно на каждого получателя с конкретным персональным обращением и с упоминанием определенной конкретной компании, которая получает это письмо. Начинаем смотреть, как это можно сделать. Для рассылки почты нам необходимо два файла. Первый файл это адреса. Данный файл должен быть в Excel формате. В нем необходимы следующие колонки. Название организации, фамилия, имя, отчество, пол и собственно сам интернет-адрес. Отчество это опционная вещь. Можете его иметь, можете не иметь. Может быть вы решили обратиться просто Андрей, Светлана, Галина и так далее. Но вот колонка пол, она обязательно, потому что мы будем организовывать рассылку и письмо будет автоматически склонять. Допустим, уважаемый Андрей, ваша организация Золотой Лоскут или уважаемая Светлана, ваша организация Добринь и так далее. И вот эта колонка нам будет помогать склонять обращение. Количество адресатов может быть на ваше усмотрение большое 20 тысяч, 30 тысяч, 5 тысяч, сколько угодно. Она будет каждое письмо отправлять отдельно. Второй файл, который нам необходим, это сам документ, который вы будете рассылать. Я здесь сделал заготовку, увеличим, видите, здесь написано уважаемый, дальше у нас будет склонение, моя Ирина Федоровна, хотим предложить вашему предприятию такому-то уникальный продукт. Это заготовка письма, либо вы можете начинать с пустого бланка без заготовки. Как происходит заполнение? Мы идем на лист Word, идем на меню рассылки, начать слияние, выбираем пошаговый мастер слияния. В настоящее время рассылать письма в печатном варианте очень редко кто использует, поэтому мы этот пункт рассматривать не будем. Сразу перейдем к электронному сообщению. Вот электронное сообщение, соответственно нам нужно отправить электронное письмо. Нажимаем открытие документа. В открытом документе мы можем писать что угодно или я вам предлагаю не мучиться. Вот у нас тут есть существующий документ, он у нас подготовлен. Я его открываю и вот у меня, пожалуйста, есть заготовочка, которую я спокойно могу использовать. Далее мы идем на шаг номер три, выбор получателей. То есть мы должны обратиться к файлу, в котором будут находиться все наши адресаты. Использование списка. Нажимаем кнопочку обзор. Идем на файл адреса. И этот экселевский файл мы просто подтягиваем. Вот он отдает у нас, что есть в этом документе один лист с адресами. Мы пишем ОК. Вот он нам отобразил. Есть фамилия. Вы здесь можете выбирать либо кого-то отдельно, либо в определенной очередности, нажимая на управляющие кнопочки. Ну сейчас это не об этом. Мы сейчас более ускорены варианты. Переходим к следующему шагу. Нажимая кнопку ОК. Подтянули адреса, письму. Теперь в это место нам нужно вставить предприятие. Нажимая другие элементы. И здесь есть у нас колонка название предприятия. Добавляю его. Вставить. Вставили название предприятия. Здесь можно потом будет подкорректировать. Если вы хотите, например, название сделать каким-то шрифтом красивым, то можете его спокойно так выделить. У вас оно будет на общем фоне письма выделяться. Ну это уже ваш творческий процесс. Название предприятия ставили. Теперь нам необходимо поколдовать над окончанием слова уважаем. Уважаемый или уважаемая. Для этого у нас есть правило. Нажимаем правило. И третья функция есть IF, THEN, ELSE. Если, то, тогда. В окошке поля выбираем колонку пол. Помните, я вам говорил, что это очень важно. Поэтому по признаку пол мы будем определять окончание слова уважаемый или уважаемая. То есть, если колонка пол равно муж, то окончание будет уважаемый. В противном случае уважаемая. Вот подставили. Теперь, видите, у нас это поменялось. Ставим пробел. Дальше нам необходимо добавить имя и добавить отчество. Не забываем здесь поставить нам через пробел. Таким образом, мы создали заготовку письма, которая будет функционально и меняться в зависимости от имени и отчества пола получателя. Идем на окошко просмотр сообщений. И что мы имеем? Видите, уважаемый Андрей Эммануилович. Проверяем на почте Андрей Эммануилович. Компания Золотой Лоскут. Смотрим. Компания Золотой Лоскут. И письмо написано верно. Чтобы просмотреть следующее письмо, вот здесь есть кнопочка для проверки. Вот, видите, поменялось. Уважаемая Светлана Захаровна, предприятие Добринь уникальный продукт вам предлагаем. И так дальше. Видите, меняя письма, мы можем проверить, все ли у нас все правильно создано. Переходим на шестой завершающий этап нашей рассылки. Завершение слияния. Электронная почта. И в электронную почту нам необходимо вставить ту адресную колонку, в которой есть наши адреса. Если вы помните, они были обозначены колонкой имейл. Напишем тему, а она для всех писем одна и та же. Тема письма. Формат HTML. ОК. И все. У нас письма разосланы. Как это проверить? Переходим в Outlook. Отправленные письма. И здесь мы можем наблюдать пять отправленных писем. Внешне они выглядят. Выгодное предложение. Тема письма написана. Уважаемый Александр Дмитриевич. Уважаемая Галина Юрьевна. И название предприятия. Александр Семенович. Светлана Захаровна. Все адресаты прописаны в своем формате с окончаниями обращения «Уважаемый» или «Уважаемая». Теперь давайте, так как я создал эти адреса для пробы, чтобы вы видели, каким образом приходят они на адресата. Оно выглядит следующим образом. Шапка. Уважаемый Андрей Иммануилович. Так далее. И можете, кстати, здесь добавить еще и электронную подпись. Смотрим следующий опять кому-то. Андрей Дмитриевич. Александр Семенович, уважаемый. Светлана Захаровна, уважаемая. Уважаемая Галина Юрьевна. То есть, все адреса получили мои письма. Соответственно, нам осталось лишь ждать ответа на данное письмо. Но когда вы будете создавать, смотрите, чтобы у вас не было больших пробелов между строками. Здесь желательно все-таки, чтобы был шаблон вашей электронной подписи, чтобы люди могли дать обратную связь. А то часто я наблюдаю по работе, бывает, обращаются клиенты и не оставляют ни контактных данных, ни телефона, ни WhatsApp, ни Viber. А для оперативности решения задач или оперативной связи, в первую очередь, нужно вставлять мессенджеры, которые позволяют дать быстро, оперативно обратную реплику или задать вопрос отправителю письма. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо за внимание. Как правило, жду от вас палец вверх, подписаться, расшарить. Впереди еще много-много интересного. Спасибо.